ДАЧ В ПРИБРЕЖНОМ ДЕСЯТКИ Дорогие граждане, но если все-таки кому надоест ждать и терпеть непонятно чего, и если не хотите поиметь проблем с законом в плане ответственности за незаконную вырубку леса, то хотелось бы открыть вам глаза, к кому адресовать все свои вопросы и претензии, которые, возможно, появятся. Ну, конечно же, к господину Заикину, председателю СНТ Орлены, который все это и мутит, который тут и раздает какие-то справки и профессионально ездит по ушам всем, кому можно и нельзя. Давить, кстати, на власть Заикин начал вот на этой встрече профессионально. Я это так оцениваю, что создав видимость массовости, несправедливо обиженных граждан, по праву требующих свое, брать, да, над массовостью и социальной остротой, поэтому в рядах страдающих, якобы нуждающихся, среди крепких парней незаводской наружности мелькали и пенсионеры, и ветераны предприятий, даже священник. Ну, в общем, представители категории, которым любая нормальная власть не посмеет идти наперекор и что-то там отказывать. Но, во-первых, вот что бы он кому ни говорил и на кого бы не ссылался нынешний СНТ Орленок под его руководством, ведь не доказал в суде, что является правоприемником СНТ Орленок, с которым в свое время завод и начинал эту тему. Во-вторых, эти псевдодачники сами себя загнали в одну смысловую ловушечку. Я так понимаю, что их проинструктировали, что на все там такие вот вопросы отвечают, что за участки никто никому не платил, их просто так, мол, выделили. Ну, потому как вот Хинштейн и Фетисов же четко сразу обозначили, никакого бизнеса на теме перепродажи леса они не потерпят. Ну, вот из присутствующих никто так и не признался о понесенных финансовых затратах. Ну, земли сейчас продаются здесь? Ну, конечно же, нет. Вот, господин Саров, вот продаются, уважаемый Денис, вот я всегда за порядочность, за честность. Никто здесь ничего не продается и никогда не продавалось. А вот эти... А на что же вы живете? Ну, это не ваше дело, на что я живу, но поверьте, ну, я не знаю. А ведь вам надо назвать. Ну, я сейчас это скажу. Поверьте, вот я с вами сейчас вам отвечаю. Значит, ничего здесь не продается и никогда не продавалось. Что, никто прям реально не платил за Икину и Ижи с ним? Ну и отлично. Тогда, граждане, ну а что же вы потеряете, если вам даже откажут в возможности приватизировать лес? Ничего не теряйте, вы же ничего не платили. Печально, вот если людей так просто ввели в заблуждение, нарисовав радужные картины в будущем, и они, не желая терять того, что, может быть, уже считают своим, предпринимают какие-то действия, которые впоследствии могут им выйти же и боком потом. А таких дел граждане могут наворотить в легкую, тем более, если еще и правление СНТ, которому люди верят, будет песни петь, что все, можно заикориться на участке и начинать строиться, там, сносить лес и так далее. Поймите, если что, отвечать-то за это будут не за Икиной компанией, а конкретный гражданин, отвечающий за конкретный участок. А то, что за Икиной взятки гладкие и виноват кто угодно, вот только не он. Становится понятно, стоит послушать его ответы на вопросы по теме. Вот вы послушайте, вот надеюсь поймете, почему я считаю, что верить таким людям на слово, это себя не уважать. Забалтывать вопрос, отвечая как угодно, но не по сути, чувак умеет классно. Общее количество, значит, 126 участков в 122-м квартале и 48-м в 123-м, куда сейчас вот едет делегация. Общее количество где-то 385. Вот из 385 членов кооператива и, соответственно, участков. И то сейчас вот с корректировкой, потому что еще там часть не включил старый председатель, или не успел включить, или по каким-то причинам опять корректировка. Мы правильно понимаем, что речь идет порядка более 300? 385 участков. Мы говорили сейчас 148 плюс... В 122-м квартале 126 участков, в 123-м квартале 48, и вдоль железной дороги вот эти оставшиеся там около сотни. Плюс сейчас еще несколько вот подошли сейчас люди. Все равно 385 не получают. Ну я сейчас не готов вам до одного участка ответить. Но это все корректируется, все это вызывается, списки опрашиваются. Почему на карте вчерашней распечатаны нет этого домика? Я не знаю, кто вчера распечатал карту какую. Я распечатал вам карту. Ну вот представители кадастровой палаты распечатаны. Я не знаю, но он стоит уже, сейчас вам скажу, года два этот домик. А на карте-то его нет. Ну я не знаю, кто... Ну вот говорится, что вы его ставили на учет в кадастровой палате. Домик его ставил и хозяин этого участка. Где пилит и на каких основах? Лес пилит, а лесники, Министерство лесного хозяйства пилят. Вот, и соответственно, по их документам. Еще какой вопрос от кого? КОНЕЦ